Продолжение следует... Когда я участвовал в экспедиции на промысле камчатского краба, судном управлял достаточно опытный, серьезный капитан. И всякий раз, когда он доставал лопушки пустыни, он в горячах кричал, брошу все и рвану к новой земле на промысел краба. И он был одержан идеей, что там есть краб и что напрасно нет промысла именно в том районе. В связи с этим вопрос. А проводились ли исследования по изучению нахождения камчатского краба в районе новой земли? Проводились. Проводились. Камчатского краба там нет. Но там есть краб от Нилева, о котором я говорил. Так что он бы, если порванул, он бы нашел краба немножко другого вида. На самом деле, последние 4 года два института герой Пенро совместно проводят учебные съемки камчатского краба в Баренцевом море. Причем каждый раз одна из важных задач съемок, помимо учета запаса, это определение восточной границы распространения краба, как вида. И мы там просто видим продолжающуюся экспансию краба на восток. Если в начале 2000-х годов граница, восточная граница краба шла где-то по горлу Пенро, по входу в Белое море, и краб, шел такое впечатление было, что краб идет на запад, уходит от нас, уходит в Норвегию. Об этом, по этому поводу многие шутили. То в дальнейшем мы стали замечать распространение, причем первыми появлялись самки и молот. Распространение в восточном направлении. И вот в 2012 году были обследованы районы побережья Каменного носа, и здесь тоже найдены самки и молот. Причем это новый район воспроизводства краба наружу. Но вот здесь, вот похоже, что вот так граница проходит в послушной. Вот так. Нагольный район, вот он сюда уходит, взрослый. Но нерест вот здесь заканчивается. В этом году мы тоже планируем, очень надеемся. Хорошо, если удастся пойти по восточной и посмотреть, нет ли его там ухо было. А можно еще один, еще более дилетантский вопрос по поводу краба Апилио. Вы сказали, что проводили генетические исследования, и в принципе, стопроцентные связи с какими-то другими сообществами мы не нашли. Можно гипотетически представить, что краб Апилио в какой-то степени производный от камчатского краба? Нет. Спасибо. Еще вопрос. Используемся пенером. Во-первых, не удерживаясь паниковое замечание по поводу распространения краба как раз по ладинскому-двенадцатому году, что как раз на севере Камена, вот на северо-востоке прибрежной зоны, в Чешском, мы его пока что не нашли. Мы будем надеяться, что найдем. Он был тут и вот на западной конечности, а на восточной, как раз мы пока вот в прибрежье не нашли. А второе, вот вопрос по запретной зоне, так называемой красной зоне Боринцева моря, в котором проводится в обучении промыслах, вот насколько обоснована ее статичность в течение года, может быть, возможно, какой-то вариант регулировки этой зоны, вот, и допущение ее расширения, поскольку в этой же зоне, в особенности в районе Спитания Святого Носа, проходит индивидуальный промысел морской камеры, а это тоже ценный вид. Спасибо. С промыслом Хамбелл, у промысла Камчатского краба давний конфликт, и не только Боринцева моря. Такие конфликты возникали и на Дальнем Востоке. И известен случай подрыва, обрушения запаса Камчатского краба промыслом Хамбелл на Курильских островах. Дело в том, что в прибрежной зоне и в тех запретных районах, кусочках, о которых вы говорили, Боринцева моря, там концентрируется молоть, откачурующая постепенно от мест Невестилищ в районы Нагула. И с закрытием районов для промысла Камбелл мы много обсуждали с коллегами из Бедро, Неро, ифтеологи, гидропеологи спорили. И ведь мы там решили как раз ограничить запрет именно определенным сезоном. Это вот что касается района промысла Камбелл. Там запрет на промысел Камбелл действует только в определенные месяцы, а другие возможны. Хотя это тоже тяжелый компромисс, я так понимаю, что Камбелл там как раз в эти месяцы тоже ловится. Что касается запретов прибрежной 12-мильной зоны промысла, там постоянно держится молоть, и анализ размерного полового состава лового показывает, что там непромысловая краба, то есть молоть, в основном молоть 9-12 см, они составляют до 80% лового. Но тут возможны, на самом деле, варианты. Потому что у нас есть сосед Норвегия, и при сравнении их правил рыболовства и наших правил, получается, что они просто прямо противоположны то, что у нас разрешено, у них запрещено, и наоборот. И при этом запас существует и там, и ся. И я не могу сказать, какая стратегия управления лучше. Потому что у них там тоже хватает. У них есть зоны уничтожения краба, такие официальные. Вот краб, который зашел за 26 градусов, его можно уничтожать полностью на корне. И там регулированный промысел ведется только в определенных... Аду дается только для определенного района. А за этим районом можно делать все, что хочет. Но у них же вот два года назад был случай скандальный, когда прокуратура выяснила по слежению, спутниковому слежению, что их рыбаки ведут себя точно так же, как наши рыбаки. Они хватали краба, везли и регистрировали его за 26 градусов, а потом опять. И так в большом количестве. Там сотни дел было вознуждено. Я не могу сказать, какой запас лучше, какой путь лучше. Но вот что можно обсуждать точно, это район Варангерфьорда, где проходит наша граница. И там совершенно точно запас краба, там, наверное, общий. И зачем нам там перечить запас для норвегов, там, возможно, в принципе, можно было бы сделать исключение для, сняв запрет предвежного промысла. Спасибо. Пожалуйста. Слава Царь, если вернуться к новой земле, предположим, там будет много, насколько будет безопасна продукция? Это у меня, конечно, не имею в виду наличие разных приемов. Мониторинг у новой земли проводится в самом начале испытания там. И вот последние 20 лет, насколько я знаю, там и радиационная обстановка вполне спокойная, и промысел там ведется рыбкой. Там много чего ловится. Будут ловить еще краба, ничего страшного. Пожалуйста. Здравствуйте. Александр Романов, у меня такой вопрос на последнем слайде, презентации. Там был график по, скажем так, по запасам, да, и по освоению этих запасов разных гиперпионок. Было видно, что запас именно краба и креветки примерно одинаков. При этом краб освоен практически полностью, а креветка нет. Но в магазинах крабов не виден, а креветка полно. Неужели это все не наши креветки? Неужели мы снова закупаем черные нарухи, не желая этого не целовать? Столка и практика ситуации, Саша, что вся креветка, которую мы видим, норвежская или испанская, наши креветки нет. Мы не желаем освоить. Да, вот этот, наверное, я неясно сказал, но это именно то, что есть. У нас сейчас есть запасы креветки, наших суда, травы, проиграли конкуренцию и сошли с дистанции, чтобы норвеги поставили новые суда, которые отличались потрясающей эффективностью, они сократили экипаж, понимаете? Они сразу стали производить на борту продукцию, сортированную по размерам этой креветки. Они увеличили селективность, они сократились и здешние на продукцию. Понимаете? И они сейчас доминируют на европейском рынке, норвеге. А наш запас там остается неиспользуемым. И запас также креветок на Дальнем Востоке. Ловят, хорошо ловят гребенчатую, дорогие виды креветок, которые вот эти крупные и дорого стоят и или. Вот их ловят и ловят практически полностью, вывозя желательно в необработанном замороженном. Спасибо. Вы говорили о наценке запаса и обосновении промысла. Расскажите влияние браконерства на все это дело. Спасибо. Говоря о браконерстве, наверное, нужно начать с браконерского промысла кралок. В советское время браконерство практически отсутствовало, потому что была абсолютно запрещена внешнеэкономическая деятельность. После 91-го года с изменением социальной всей жизни с отгредием границ началось стремительным и неконтролируемым изъятием ценных видов крабов и креветок иглокожих в районах прилегающих соседней Японии. Это залив Агива, крабов было просто как чисто в Камчатске, да и Стрегунок тоже. Южная Курива, Южная Креморь, Агива, Южная Креморь, Южная Креморь не научились следствия. Но в целом я бы отметил тенденцию уязвимости драконерства тех запасов, тех районов, которые прилегают рынку сбылью нашим соседям. Пожалуйста. Телефон Южная Телефон Телефон Да, пространство в то silicone Чёрное море было нашим районом промысла Устриц в 19-м и первой половине 20-го века. Устриц к императорскому двору поставляли кустричные банки в Голубой Бухте Новороссийской. В конце 40-х годов в Голубой Бухте Новороссийска нашли первую раковину раковану. И уже в конце 50-х, через 10 лет исчезла устричная банка в Голубой Бухте Новороссийской. В конце 60-х Устрица как промысловый вид исчезла всё равно. А к концу 90-х практически съедены были запасы мили. Но зато развелась рапана. На самом деле, поначалу рапану в Черноморске рыбаки в районе Новороссийска, как баркинки, они добывали, не поверьте, на краску. У них железа там ярко окрашена. Вот если добывали моллюска, ну, раковину на удавление перемалывали, как и звёздки. А вот эту, интенсивно окрашенную железу собирали. Потом, только, стали пытаться его использовать в пищу. Я хорошо помню, вот в 70-е, 80-е годы, когда я с опытом дальневосточного поедания трубачей, а трубач, рапан — это даже самый трубач, в общем-то. На Черноморье пытался есть этих рапан, но меня смотрели гукими глазами местные люди. Но что интересно, люди вообще в психологии меняются. И уже в 90-е годы, когда он там всё рухнул на Украине, я уже видел, как мужики на споту отправляются в глазах с маской, с сумками, питомцами, сетками, на поиск этой рапаны. И промысел нашёлся рапан на уже 90-е годы, водолазной промысел. Что сейчас мы имеем? Сейчас запасы рапаны оцениваются порядка 100-100 в российской части Черного моря и входа в Керченском проливе. Но крупные рапаны там, на самом деле, гораздо меньше. Асмир придерживается позиции, как Нарвей, что это вид вредный, его надо уничтожать. Есть 100 тыс, что надо их ловить. И дают прогноз на вылов 100 тыс, что. Реально, её вообще не ловят у нас. И фактически, вот, рапаны является потенциально промысловым объектом. Реального промысла без позвоночника, в позвоночном-черноморском бассейне. Ну, раки тоже, раки. Я о пресноводных не говорил здесь вообще. Отдельная тема, другой вот доклад. Всё. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ